В Господе Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 564. События дня. Матфея 12.30. Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает. За 29 июня 2017 года. События такие. Подготавливаемся. Прибытии бульдозера, и хочется здесь деревни, одна впадина есть такая, всегда с грязью, кирпичи не кидали туда неровно, сделать трассы. А глины нету, возить не на чем, но рядом есть. И вот как к ней подобраться, значит, с нее наросли деревья, с 91-го года, все считают, тут большие деревья, земля плодородная. Спилили их, убрали, это ветла и клён. И теперь с другой стороны загнать туда трактор, этот бульдозер. Ну, без бульдозериста мы все это, так говорится, велами по воде, будет он это делать или не будет, потому что там видно затруднения. Поэтому мы убирали вчера сучки, носили, дети помогали, для костра много наготовили сучков, мальчишки были с нами. Все это на виду и показано. Вот такой день идет, днем, что по ягоды все это повыжгло нынче, засуха, можно сказать, была, и клубника погибла. Немножко можно набрать, но поели. Купаются каждый день на Южном пруду. Интересно. У нас почти на первое место в молитве. Вот не считаю, у меня утром меня как бы будет. Ну, я встаю за час, за часа полтора даже раньше. Да, общего подъема, общий подъем для взрослых 4-40, для детей в 5 утра. Мы молимся, как бы, это за Никиту молюсь, что он первый звонит, и о нем молитва. И второе, вспоминаем, в прошлогодний Роспотребнадзор. Вот, они нам худо не сделали ничего, то есть Господь не допустил. К детям они не прикоснулись никаким образом. Где-то, считаем, запирали там, в автобусе, есть не давали, у нас ничего не было. И тем более полиция к нам относилась по-человечески хорошо. И сейчас вот начальник уголовного розыска приезжал, спросил лагеря. Нет, нет, там все заросло, ликвидировано. Нету. А там просто в гости приехали. Вот сейчас из Канады приехала мать Королева, четверо их оказала. Вчера звонил их дедушка из Москвы, дедушка Егора. Ну вот, какие события такие-то, мирового масштаба они тут не происходят. Но для нашей местности они такие, как надо. Как раз, чтобы они привезли в подарок от ЛДПР майки, футболки, правильно назвать. И крупно написано ЛДПР. И фуражки, и что-то. Но мы сказали, что надписи нужно закрасить, не пропагандировать политические партии. А если бы Единая Россия, разницы нету. Фашизм, коммунизм, масонство. Для нас одно и то же. Это мы знаем, из какого мешка дьявол высыпает. Разницы нам никакой нет. Мы пропагандировать не будем. Но подчиняемся любой власти, молимся. И о свержении власти не рассуждаем и не желаем ее. Ежедневно молимся о просвещении правителей, чтобы не было на них покушения. И продлилась эта мирная жизнь. Вот я пошел вчера, они в футболках там этих, ЛДПР, наша молодежь, там человек 10. Ну все-то мы засняли, через неделю может стоять ролик уже. При выходе из храма я уже говорил об этом. Ну а молодежь, майки, футболки. Я им перевел ЛДПР. Лучшие дни провел Рохлий. Рохля, запишите себе, посмотрите, что это означает слово Рохля. Есть это слово или нет? Мне даже интересно. Рохля. Я думаю, есть это слово. Да, я вот сейчас бы даже посмотрел Ожигова словарь. Ну Ожигов это словарь такой, для русских. А Рохля это не русское слово. Вот сейчас я покажу Рохля. Искать мне нельзя снимать, это у меня так устроено и все. Сейчас посмотрим мы немножко. Я бы мог зарядить слово сразу, но тут у меня А1, пишу, поэтому установлена аппаратура. А так и не сразу-то найдешь. Стронуть нельзя. Вот. Рохля. О, нашел. Ну и хорошо. Родительный падеж. Медлительный, нерасторопный человек. Вот так. Ну, то есть из рук все валится. Рохля у нас считается растяпа. Рохля. Так и есть. Медлительный Рохля. Все он не так делает, Рохля. Фартук свой не выстирает и прочее. Рохля. ЛДПР. Лучший день провел Рохлей. Вот и все. Молодежь смеется. Мы вчера записали ролик, они там в волейбол играли. Вот такое дело. Это событие все, событие. Приезжие в гости, очень благодарные за все, что было с их сыном здесь, с Егором. Сергея отблагодарили, Пупкова. Там ему на рукавник дали от собак, когда нападают. Ну, для тренировок. И пошли к барабашам. Что у них Егор был в прошлом году, жил. Но оказалось, кроме Иеремии, там никого не было. Иеремия их встретил. Иерема. Ну, отец косит. Они пошли сюда и увидели, он косит. Ну, может быть, потом пойдут еще как-то. Выберут время. Матери не было. Ну, то есть, не было. Терентьева ушел играть. Они же... Это лето. Лето. На многие письма не отвечают. Письма звонят. Просим не звонить и не тревожить нас. Бесполезное дело по телефону. Вот такой-то мужчина пишет там. Звонит там из Омска. Дмитрий. Знать не знаю. Но кто он такой, Дмитрий? А вот с работы его выгнали. Уже не один раз звонят. С работы выгнали. Ну, какой же ты работник? С работы выгнали. Я знаю, даже у меня знакомый был. Речкунов Алексей. Это Леонид Ильич. Его правильно звать. Мастер по технике. Так он даже пил пьяный. И за ним директор приезжал. Он всю технику поставил на ноги. Надо быть специалистом. Конечно, выпивка это ни при чем. Выгнать его, да и все. Кто-то с ним разговаривает. Но тут незаменимая. Так, кто плохой работник. Из-за плохой работы выгнали. Меня гоняли по работе. Принимает на работу. И через 6 часов меня уже выгоняли. Трудовую в окно выбрасывали. Ну, времена были такие. Я даже на работу не вышел. Только пришел получать работу. И меня уже выгнали. Такое было. Ну, а тут как? Кому ты нужен? Не звоните. А я без разрешения приеду. Ну, это хулиганство будет. Милицию вызовут. И сразу вас отправят. Зачем же это делать? Не разрешено. Мы разрешение даем, да и мы не каждому там. А я как крещение. Да мало что ты думаешь. Там и крестись. В Омске храмы есть. Московская патриархия. Все открыто. Незнакомого человека нет. И вот получаю ночью сегодня. Кирилл Скрыник и Елена. Хочу к вам приехать. Но нет денег. Я взяла кредит 50 тысяч, чтобы оплатить долг за свет. Теперь отдавать 75 тысяч надо. Вот все пособия на долг уходят. Наши родители никогда не брали в долг. Нас тому приучили. Никогда нигде не брали. Ну, свои там у сестры взял. Отец там и сколько-то корову покупал, помню. Ну, сколько взял, столько и отдал. Тогда не пляться это не было. Ах ты все. 70-е годы. 60-е. А здесь так. Я не стал даже выправлять ошибки. Как написано, так и есть. А надо отдавать. 75. Хотела креститься. Не знаю, теперь вы примете меня или нет. Но у меня другого выхода не было. В долг никто не дал. Пришлось взять кредит. Кредит взять. Ой-ой-ой. Пришлось взять кредит. Ну, куда в кредит? Это же понятно, что если бы вы брали где-то в Ливии, у Мара Кадапи, где за проценты расстреливают, то тогда бы вопрос другой стоял. Да еще и как отдавать? А это проценты. Проценты. То есть это спекуляции. И там что? Ростовщичество. Как угодно назови. Безумие полное. Идут в рабство. Но я при чем здесь? У меня минимальная пенсия. Я деньги собирать не буду. Здесь за электричество нам пришлось заплатить. А это все-таки 20 человек питались тут. 800 рублей за... 800 рублей за 2 недели. Ну, считай, полторы за месяц. И я тут гвал такой поднял. Где же я денег таких возьму? 800 рублей. Не тысяч, а рублей. И дрова топить теперь. И нам жарко. Перетерпим. Топить печку. А это только разогревать. На разогреем. Тогда меньше уйдет. А то все готовят. Накупили тут всякой техники-то. Я так устала одна. А их шесть кормить. Шестеро ребятишек у нее. А деть и в школу собрать надо. Но что наша маленькая жизнь по сравнению с вечностью? Все принять и скорби и радости осталось тут. Жить то лет 10-20. Христос – самая большая моя любовь. Он упование мое. Он поднял меня из грязи. Все простил и омыл кровью своей. Одел в белые одежды. Осталось только погрузиться три раза и засвидетельствовать, что Он мой Спаситель. Как моя красавица там, Виктория, готовится к окрещению? Если Христос благословит, хочу взять билеты до подстепного разъеза. Вы сможете встретить с поезда. Благослови Господь потеряевку и всех жителей. Аминь. И всех верующих во Христа и воскресение мертвых. Аминь. С любовью во Христе Елена. А ты ее дочь, что-то я не знаю, ей 10 лет, наверное, есть. Хорошая девчонка. Я отвечаю ей сегодня же. Приезжать вам не нужно. Не нужно. Не нужно. Совершенно не нужно. Это уже никак нельзя понимать. Я четко отвечаю. Не нужно. К окрещению готовьтесь. Если Господь сподобит, то там, в Барнауле, в Покровском соборе Московской Патриархии. И примите крещение или в другом храме. Встречать вас тут никто не будет. Он в первом часу ночи приходит. У меня машины нет. Да и зачем встречать. Зачем? Потом провожать. Ваша поездка в Потеряевку отменяется и ныне нежелательно. Относительно кредита вашего в 50 тысяч рублей. У нас в уставе деревни написано, что запрещается брать кредит, чтобы не стать рабом злодеев и грабителей. Не приезжайте. Восхищательный знак. Я разговаривал с батюшкой, он ответил, что к окрещению вы тут не готовились, сходили там в храм. То есть она не у нас сходила, а в другие храмы там. Полная ей свобода. Вас он совсем не знает. Считаю, что ответ разумный. Ваша дочь Виктория живая, здорова, веселая и марширует, как солдатик. Подходит всегда, руку поднимет, улыбается к виску. Ну, как солдат. Что-то ей нравится так. Без вашей письменной просьбы ее не будут крестить. Крещение намечено 9 июля 2017 года. Препятствий к окрещению на сегодня для нее нет, для Виктории. Она несовершеннолетняя, и потому без документа вашей просьбы. Согласьте, ваша батюшка не крестит таких. Виктория, ваша дочь, может тут быть в гостях? Не в лагере, лагеря-то нету. Все так же бесплатно до 2 августа. То есть более месяца. Лагеря больше нет. Он ликвидирован мной 19 июля 2016 года. А это просто наши гости. Примите сказанное тут мной спокойно, потому что я предчувствую, будет неспокойно. Неспокойно. Уже у нас были эти такие вот отношения, неспокойно. Я ответил, как я сказал, приезжать ни в коем случае нельзя. Запрещено, не просто так, а запрещено. Дочь, дочь можем мы отправить в любой вторник, когда поедут, пожелаете. Ну, препятствий нет. Кормить нам не труда никакого не стоит. Готовят очень хорошо. Тем более с 12 июля пойдут молосные уже все, сливки, творог. Вот мой совет даю. И этот совет для всех, кто с нами общается. Без разрешения никогда в категорической форме запрещается приезжать. Запрещается. Умоляем, не приезжайте, ничего кроме неприятностей не будет. Вас тут же повернут назад и до свидания, идти в степь. Ночью поезд идет там часа в два. Зданий никаких нету, вы будете комаров кормить. Тут обвинять в жестокости. Это наше, ваше право обвинять, а наше право делать по нашему уставу. Чужой монастырь со своим уставом не ходит. Ну вот, что можно сказать. Кроме того, как всегда, показать ресурсы наши. Вот ресурсы. Это вот мой мир. Здесь. Сейчас я сейчас обновлю и посмотрю, сколько уже переставило с нашего канала. Вот. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Уже шесть роликов переметнуло сюда. Там, где я в шапке. Вот это. Всегда можно писать. Дело писать. Я так-то не отвечаю. Ну и наш форум. Вот он. 1600 тем. Богатый форум. Уже 2700 и день сегодня. Ну и канал. Видеоканал. Я вам сразу обновлю. Показать, какая посещаемость на сегодня. Сегодня я выставил. Сегодня 30 июня. 12 роликов. Ну и небольшие ролики. Там по 36 минут. Вот 36. Другой. 35. 14. 10. По 4. 8. 18. 8. Вот. Это что? Заготовка материала. И на этом все. Теперь показать к этому. мы добавляем еще наш сайт. Из сайта вопросы. Вопросы по тем. 55 этих папок тем. Вот здесь вопросы открыл я 209-244 том. Первая страница 212-250. Внутренний мир человека по теме. Вопрос 211. Где находится душа человека до рождения? Или она внезапно появляется откуда-то? Ответ. Псалом 138. 14. 17. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои. Душа моя вполне сознает это. И не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда и ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Божии, и как велико счисло их. В церкви никогда не было четкого учения о стратворении души до рождения. Считается, что она творится Богом в момент зачатия. И потому однодневный зародыш уже есть человек, зародыш мой. То есть личность, личностное я уже есть, ибо есть местоимение мой. Этот вопрос тревожил иудея, премудрого царя Соломона. Очевидно, он просматривал все самые древние свитки, добывал знания у самых старых людей. Он сам об этом пишет. Но об этой области и в конце жизни он должен был сознаться. Это Бог сокрыл от смертных, и никто этого не знает. Экклесиаста 12.7 И возвратится прах в землю, чем он и был. А дух возвратится к Богу, который дал его. Бог дал эту душу. Экклесиаст 3.21 Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю. У католиков эта концепция глубоко разработана. Разложена по полочкам. И они все видели в кавычках, щупали, пробовали, но нам это не открыто. Иоанн Златоуст повторяет. Чего нет в Библии, о том не рассуждаем. Кирилл Русалимский поучает. Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте мне. Царь, псалмопевец Давид, звуками своих гусли мог соперничать с музыкантами всех времен. И был любимцем Бога. Но после всех песнопений, заключительный аккорд его песни такой. Я заблудился, как овса потерянная. Взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл. Псалм 118, 176, последний стих. Вопрос 212. Господь избавил меня от греха действенно. Но этот грех остался в мыслях. Как избавиться от этого жала? Это мне вопросы задавали, когда вел занятия в разных университетах, радиопрограммы, милиции, воинские части, заводы, фабрики. Ответ. Господь сказал, Матфея 5, 28. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Притча 6, 25. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, да не уловлен будешь очами твоими, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Римлянам 7, 7. Что за скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил, не пожелая. Римлянам 13, 9. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». Мысль о лелеемом грехе доводит до его совершения, но если в мыслих человек борется, сопротивляется и не притворяет его в действие, ой, пройдет мимо, хранимый благодатью, то получит награду. С мыслями вороть все очень трудно, где-то доводы помогают, а где-то, как в плотском грехе, бессильны. Памятование о страшном суде, болезни плоти, помогает отвратиться от несоделанного греха, так же, как и от соделанного. Не случайно памятование о конце своем предохраняет. Серахов 7.39 Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. Добротолюбие пять томов здесь окажет неоценимую помощь. Совет наставника и исповедование греха, беседа с добрым пастырем или старшим другом, которому ты имеешь доверие и послушание, не лишняя ступень, восхождение от тьмы к свету. Жизнь – это борьба непрестанная. До смертного часа. Татьяна Капучина звонит. Доброе утро. Что ты хотела? Алло, мир вам, вы на своем месте? Бог в помощь? С Богом. Как вы там? Да слава Богу, все живы-здоровы. Там это скрыник, она девчонку одну отправила, Елена, как кричит, ни в коем случае, чтобы не приезжала, ни в коем. Там креститься пускай. Батюшка говорит, я ее не знаю, она-то к нам не ходила на службу, и поэтому зачем это нужно? Мы дорогу никому не переходим. Не приезжай. Девчонка, как она? Хорошая. Если думать забирать, пусть забирает. Она бесплатная, ее никто не держит. Веселая, здоровая. А если бы она отдала всех ребятишек шесть, она не отдала. Поэтому были бы все шесть. Ну а что-то я спрашиваю. Все дело в свободе. Опять она, ехать надо, денег нет. Пошла, взяла кредит, 50 тысяч. А отдавать 75. Деньгами как она распоряжается. А как платить, не знаю, за свет столько. Я на это ответить ничего не могу. Вот у нас за две недели оказалось 800 рублей платить. Я тут и такой гвалт поднял вчера. Отменяется, только разогревать. А печка есть, топите дровами. А она одна, никакой прибыли ниоткуда нету. 50, 70, 100 тысяч. Она за деньги не считает. Я считаю, это неправильно. Помочь мы не можем. Ночью встречать там будет. Кто будет встречать? Да и зачем? Крещение не будет допущено. Девчонка была бы крещена, если бы была письменная матери разрешение. Просьба, просьба. Письменная. Вот ей позвони. Ты ее телефоны имеешь? Вот все, все ей так и расскажи, как сказала. Ни в коем случае даже попытки, чтобы не делала. Никто встречать не будет. Она сядет и будет сидеть на перроне. Не знаю, куда идти. Ей не дойти. А тут даже идут. Встречать некому совсем. Да незачем. Главное, что незачем. Она тут была. Все пока. С Богом. С Богом. Вопрос 213 и первый том открытым оком. Если нет мира в сердце, если что-то беспокоить, если не можешь найти себя, свое место в жизни, а может, просто не знаешь, как это сделать, то что делать? С чего начать? Ответ. Ответ нужно искать в Библии. Полюбить Слово Божие. Псалом 137, 2. Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою. Ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Как Слово превыше всякого имени. Хотя исследователи находят в Библии более 500 имен Божьих, но Сам Господь Слово Своё, Библию, возвеличивает превыше всех своих имен. Выражение найти самого себя – не библейское выражение. Согласно Священного Писания, нас находит Христос. Псалом 118, 176. «Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Господь говорит, Иоанна 14, 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Существует три рода мира. Первый мир – человека с Богом. Человека с Богом. И вот мы считаем, что Римлян 5, 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Второе – Коринфянам 5, 19. «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Колоссиным 1, 22. «Ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными перед Собою». Второе – это мир между людьми. «Когда Господу угодно пути человека, Он и врагов Его примиряет с Ним, лучше смиряться с кроткими духом, нежели разделять добычу с гордыми». Притча 16, 7, 19. Притча 17, 1. «Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом полный заколотого скота с раздором». И третий – это мир с самим Собою. Колоссиным 1, 20. «И что, упосредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Первое – Иоанна 3, 20. «Ибо если сердце наше осуждает нас, то кальми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Первое – Иоанна 3, 21. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Римлянам 2, 1. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую». И на этом все. Оставляем в совершенстве, в котором нашли себя это в Слове Божием. Аллилуйя. Аминь.